Мод 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 Но все-таки дрифт там используется и катать там очень интересно. Так вот, как раз-таки на этом сервере катаются именно на рецензионных тачках, которые добавили в саму игру. Но при этом трасса создана пользователями. Что ж, вернемся теперь к другому вопросу, такому как установка модов. Как их вообще установить, вот когда вы скачали, что делать? Вот, к примеру, вы заходите на северную, в данный момент это вот этот ASDFR5 Drift Fun Session Tantavis Turbo. И здесь вот справа, это, кстати, контент менеджер, я в предыдущем своем видосе рассказывал, вы можете посмотреть по ссылке, которая вы скачала в правом верхнем углу, где его скачать и что это в принципе такое. И здесь, как видите, указаны машины, которые здесь используются, если они стоят серыми, то значит их у вас нету. Допустим, если я выберу, к примеру, вот этот сервер, то, как видите, машины показываются, и когда вы наводите на машину, ее иконка подсвечивается вот в этом окне. Как видите, здесь я могу хоть обнажиматься, и она мне подсветит только вот так вот. То же самое касается и трассы, когда вы сюда ее добавите, она здесь появится. Как же установить эти моды? Элементарно. Открываете папку с вашей игрой, то есть она по факту, где у вас там находится, в стиме, стимапс, камон, ассета корса, контент. И дальше у нас есть две папки, карс и трекс. Такие же две папки вы скачаете с моего пака, и вы закидываете просто вот тачки в карс, карты в трекс. Логично. Давайте все-таки более наглядно, потому что, ну мало ли все-таки, для некоторых может быть и это окажется сложно. Смотрим внимательно. Вот наши вот иконки. Ищем машины. Карс. У нас там дабанис пак. Выбираем как раз-таки эти машины. Вот они вот все. Выделяем, копируем, заходим в карс и вставляем. И что мы видим? Тачки потихоньку начинают появляться. Ну, со скоростью загрузки, разумеется. Чем быстрее у вас жесткий диск или SSD, тем быстрее, соответственно, они у вас здесь появятся. Пойду чай, что ли, сделаю. Блин. О, скинулось. Итак, вот наши тачки. Пожалуйста, как видите, теперь иконки появляются. То же самое делаем с картой. Находим трассу Drift Playgrounds. Заходим в папку Track, которую вы скачаете. Находим этот самый Drift Playgrounds. Сейчас бы только найти его. Где он там находится? Катыш. А, вот он, скотина, заныкался. Копируем эту штуку. Вставляем ее уже в папку Tracks. Всего лишь нужно нажать Ctrl-B. И вуаля. Появляется теперь карта. Теперь вы спокойно можете заходить и дрифтить в свое удовольствие. Как видите, ничего сложного. Единственная проблема была как раз таки все это собрать. Все это найти. Все эти машины, все эти паки. Потому что по интернету они разбросаны. И, блин, искать их очень сложно. Потому что, на самом деле, когда вы, к примеру, заходите на какой-нибудь сервер. Так, здесь у меня все есть. Давайте выйду куда-нибудь. Просто отсортирую по дрифту. Вот, например, Drift. Допустим, вот так вот можете тоже искать сами, к примеру, если вы хотите. Вот, к примеру, вы ищите контент, который у вас отсутствует. Вот. И вы видите, что здесь, допустим, надо вот такие вот тачки. И вот они как раз таки написаны. Просто открываете поиск. И здесь уже начинаете сами искать там по разным ссылкам. Открываете. И, возможно, там где-нибудь что-то вы найдете. Ну, это, конечно, маловероятно. Больше шансов как раз таки найти, если, к примеру, у сервера привязан какой-нибудь Дискорд. То есть, вы туда заходите по Дискорду. И там тогда, да, уже проще найти, к примеру, вот какие-нибудь вот эти тачки. То есть, проще зайти вот по ссылке в Дискорда. И там уже все это дособирать. Еще там один небольшой совет по поводу того, что в некоторых картах вас игра может сама возвращать. То есть, она может не давать вам ехать в обратную сторону. Для этого всего лишь заходите, к примеру, в карту. Вот это я сделал на карте Хабагахара. Потому что там невозможно ехать всю трассу от начала до конца. Ибо тебя всегда возвращает на пит-стоп. Просто удаляете папку AI. Она уже как бы удалена. Как видите, она здесь пустая. Просто игра сама ее создает. Но вы удаляете. Здесь вот все файлики в ней исчезают. Как видите, вот, например, в другой карте есть эти файлы. Вы просто удаляете, к примеру, вот в этой карте эту папку AI. Когда вы в нее зайдете, эта папка создастся. Но уже вас не будет возвращать пит-стоп. То есть, вы сможете спокойно кататься по всей карте. Так что, как видите, не так все сложно. Хотя, может быть, для некоторых будет сложно. Но все-таки! Всем спасибо, кто смотрел это видео. Надеюсь, вам будет полезно это то, что я скину. Потому что, черт подерь, я заливал от огромное количество времени. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи! Всем пока!